Привет, с вами Алексей Архипенко. Сегодня я продолжаю рассказывать про систему Node-Stiper. И сегодня мы подходим к записи, которую я долго ждал, в которой, собственно говоря, я расскажу о самых, наверное, интересных алгоритмах, результаты работы которых вы видите здесь на отдельных вот таких рисунках. Вот, это, собственно, алгоритмы выбора нот. То есть, каким образом выбрать ноты в конечной музыке, в зависимости от того, что мы печатаем, да, или, может быть, даже вне зависимости от этого. В прошлых записях я много говорил обо всем обвесе системы Node-Stiper, и сегодня буду говорить только о настройках обработки и самой обработки. Если интересно, что это такое, как это работает, посмотрите, пожалуйста, предыдущее видео. Вот. Соответственно, переходим вот к этому разделу, а точнее вот ко всем разделам, которые касаются, собственно говоря, выбора нот. То есть, выбора высоты нот. Эти разделы, как я говорил уже, они разделены на, ну, группы параметров. У нас есть такие, что это буквенно-цифровые символы. Это, значит, основные алгоритмы здесь. Основные алгоритмы, обрабатывающие любой текст. Вот. Затем это алгоритмы, обрабатывающие не буквенно-цифровые символы, а именно пробелы. Специальные символы, пунктуация, перевод каретки и так далее, и какие-то значки. И специальные клавиши, которые не имеют, собственно говоря, отражения на экране. Это бэкспейс, дэлит, шифт, стрелки и так далее. Вот. Значит. Сразу скажу, что вот, ну и видно, на самом деле, да, что вот этот раздел самый большой. Он настраивает основной алгоритм. И, в принципе, вот все остальные, значит, не буквенно-цифровые символы, они могут обрабатываться этим же алгоритмом. Для этого достаточно в каждом разделе просто указать трид из альфа-нумерик. То есть, считать этот, ну, обрабатывать так же, как буквенно-цифровой, значит, буквенно-цифровый символ. Да, если вот так поставить, то просто различий уже для алгоритма не будет. Он будет обрабатывать абсолютно все клавиши этим основным алгоритмом. Теперь, собственно, перейдем к тому, как он устроен. Как обычно, внутри группы здесь, значит, перечисляются параметры в порядке их применения. Поскольку алгоритм достаточно сложный, это важно. И самое первое, что здесь выбирается, это лад. Вообще, вся эта система NotStyper, она, в общем-то, основана на ладах. Но нужно понимать, что если мы выбираем хроматический лад, то мы, в общем-то, забываем о ладе. Да, то есть, таким образом, есть фактически телепорт в мир, там, безладовой музыки, да, там, как вот 12-тоновой и так далее. Вот, то есть, в том числе здесь поддерживаются ряды, 12-тоновые последовательности и так далее. Значит, выбирается лад. Причем, вот здесь есть выпадающий список, в котором перечисляют все лады. Но вот у меня сейчас два экрана, поэтому вторая часть показывается на втором экране. Если у вас есть такая же проблема и вы не видите все лады, которые здесь могут быть, то вариант, в общем-то, показать все лады два. Либо вы можете перебирать здесь цифрами и будут показываться только лады, начинающиеся с цифры, там, 1, 2, 3, 4, 5. Либо нажать на лад, перейти к ладу, выделить этот лад и, собственно говоря, скопировать его, например, в это поле. Вот, собственно говоря, будет испанский лад. Можно его выбирать, можно оставить просто так. И можно даже ввести лад совершенно свой. А теперь пару слов о цифрах. То есть, что это за цифры? На самом деле, это просто-напросто расстояние между ступенями лада. Вот, например, для лада, состоящего просто из одной большой секунды, у нас есть расстояние 2 и расстояние А. Значит, А это 10, то есть это 16-ти речная система, а Б это 11. То есть, соответственно, действительно, в ладу, состоящем из большой секунды, у нас есть интервал из двух полутонов и из 10 полутонов. А именно это малая септима. То есть, вот, собственно, структура лада. Причем достаточно ввести просто цифру 2, на самом деле, а вторая цифра не нужна, потому что она будет достроена автоматически. Потому что все лады, вот в этой системе, если мы хотим их использовать, они являются октавными. То есть, они повторяются через октаву. Ну, и кроме, соответственно, выбора, как я говорил, из перечня ладов, кстати, здесь может быть даже какие-то аккорды, то есть лад, состоящий из аккордов, значит, можно просто создать свой лад. Давайте это и сделаем. То есть, например, я создам такой интересный лад. 1, 2, 3. То есть, сначала малая секунда, потом большая секунда, потом малая терция, потом большая терция. Ну, и таким образом мы формируем, собственно говоря, уже лад, потому что суммарно вот эти все интервалы дают малую септимулу. Ну, у нас получается лад, можно его завершить, цифру 2 поставить, то есть еще, значит, большая секунда до там следующей ноты, можно его не завершать. Вот такой интересный лад, состоящий из, как бы, арифметической прогрессии, да. Значит, что дальше? Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Для этого я немного поговорю про следующие, значит, параметры. Это, собственно говоря, первая нота лада просто-напросто. То есть, это, ну, в данном случае этот лад будет начинаться с до. И он будет представлять до, до диез, там, и так далее, да. Ну, и, собственно говоря, диапазон, в котором лад будет строиться. Например, если выбрать диапазон от соль 2, например, до соль 4, ну, чтобы попроще было, то лад будет выглядеть следующим образом. Я включу сейчас рандомность. Вот, собственно говоря, что мы получаем. Вот такой, собственно, получился результат. Значит, давайте его внимательно изучим. Значит, во-первых, напомню, что диапазон... А, ну, в принципе, могу не напоминать, а даже открыть еще одну вкладку с исходными параметрами. И здесь вот у нас соль 2, соль 4 – это диапазон, а до – это начало лада. То есть, до – это у нас начало лада. И затем у нас 1, 2, 3, 4 должно быть, да. То есть, как это отражается здесь. Значит, вот до действительно занято нотами. Затем 1, то есть это расстояние от начала лада до 2-го, второй ступени. Вот, это единичка. Затем 2 – это расстояние от второй ступени до третьей. Два полутона. И 3 – расстояние от, значит, третьей ступени до четвертой. Затем 4 – от четвертой ступени до пятой. Таким образом, вот весь лад, он, собственно, умещается от до до ля диеза. Но затем вступает в силу, собственно говоря, диапазон. То есть, мы диапазон должны теперь заполнить этим бесконечным ладом. То есть, лад становится бесконечным, потому что мы просто его начинаем тиражировать, повторять до тех пор, пока мы не выходим за границы диапазона. Если посмотреть, то видно, что соль не является ступенью лада. Поэтому, и как бы фактически, если от соли идти вверх, то на самом деле первая ступенью лада является ля диез. Поэтому внизу мы не видим ноты соль 2, соль 2 октавы, той первой ноты диапазона, которую мы выбирали, соль 2 и соль 4. Мы видим только ноту ля диез 2, потому что на соль 2 просто нет нот. Но она автоматически здесь отсекается. Даже если бы она не отсекалась, просто на ней не было бы нот. Соответственно, получается, что мы ниже до получаем только одну ноту ля диез. Затем строим, соответственно, вот этот лад, доходим до следующей ноты и отсюда начинаем строить лад еще раз. И доходим только до ноты фа диез, потому что уже соль, соответственно, не входит в лад. Ну, надеюсь, понятно. Объясню, покажу сейчас еще в виде таблицы, чтобы было еще понятнее, на примере диатоники. То есть, вот, например, настройка, которая приводит к структуре типа диатоники 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. То есть 2, 2 большие секунды, затем малая секунда, 3 большие секунды, малая. Ну, и в данном случае здесь будет лад начинаться с ноты ре. И диапазон у нас от фа. Вторая октава до си, третья октава. С желтым цветом здесь, собственно, выделена тоника. Вот, и, ну, скажем так, первая ступень лада. Ну, в общем-то, и видно, что это первая ступень. Вот указание на номер ступени. Соответственно, вот наш лад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На седьмую ступень уже места не хватает. На самом деле, седьмая ступень должна быть до диез, но у нас вверх это си, третья октава. Поэтому снизу, с троя, мы получаем то же самое. Фа диез, затем соль, это все дублирует. Ля, пятая ступень. Си, шестая ступень. И затем седьмая ступень, которой здесь не хватает. То есть, вот, как бы, два куска этого лада умещаются в выбранном диапазоне. Таким образом, мы создали точку отсчета. Мы создали систему измерения, в которой мы дальше будем работать. Дальше расскажу сразу, собственно говоря, о режиме, который я выбрал. Для того, чтобы было понятно, что происходит. Это просто самый простой режим. Выбор случайных нот на шкале. Соответственно, каждый раз, каждая буква получает абсолютно случайную ноту. И видно, что одна и та же буква, например, буква О часто повторяется. Она находится на разной высоте. Здесь она на фа диез, здесь она на ре диез и так далее. То есть, это совершенно случайная генерация букв, нот, не связанная вообще с буквами. Но для каждой буквы выбирается своя нота. Но при этом мы все время остаемся в ладу. То есть, в том ладу, с которым мы работаем. Вот это такой режим. Ну, то есть, достаточно простой. Вот таким образом мы перешли, собственно говоря, к этим цветным режимам. Эти режимы отвечают за то, каким образом ноту сопоставить букве. Ну, или ноту сопоставить клавиши клавиатуры. Вот. На самом деле, вариантов таких сопоставлений есть всего два. Первый вариант – это сопоставить, непосредственно выдать одной клавише одну ноту всегда. И эта клавиша всегда будет играть эту ноту. Либо каждый раз для клавиши выбирать новую ноту. Ну, и, собственно говоря, вот эти режимы делятся на два типа. Верхние два сопоставляют клавишам всегда одну ноту, а нижние три выбирают каждый раз для клавиши новую ноту. То есть, каждый раз, когда эта клавиша нажата, выбирается новая нота. Причем сопоставление, вот эти два варианта сопоставления, они как бы разные. Первый вариант – это статическое сопоставление. Статическое сопоставление отличается тем, что для всех записей это сопоставление всегда будет одинаковым. И это означает, ну, понятие лэйаута. Значит, лэйаут, собственно говоря, это и есть статическое сопоставление. То есть, ну, покажу, например, алфавитный лэйаут. Значит, это просто подряд все буквы алфавита идут по, значит, порядковым номерам. Ну, тут же показываются ноты, но эти ноты действительно только если этот лэйаут, то есть, эту карту наложить на хроматический лад, начинающийся там с ноты до. Если же там наложить его на диатонический лад, он уже как бы расширится. Это будет нота до, это будет нота ре, это будет нота ми и так далее. То есть, это будут уже ступени диатонического лада. Так или иначе, мы получаем вот такое сопоставление статическое, а динамическое сопоставление – это некое правило, по которому выбирается, значит, выбирается для конкретного, значит, для конкретной записи это сопоставление. Ну, например, правило random. Что это значит? Мы перед тем, как записи превращать в ноты, мы придумаем, какая клавиша, какую ноту будет означать в пределах вот этого диапазона, в этом ладу, и будем придерживаться в течение всего, всей обработки этого сопоставления. То есть, это глобальное отличие вот этого режима Distribute Keys and Range с выбранным вариантом Random от Random and Scale. То есть, Random and Scale каждый раз для клавиши дает новую букву, как мы видели. А вот этот режим сейчас нам даст совершенно одну и ту же постоянно букву, одну и ту же постоянно ноту для одной клавиши. Вот, например, буква O всегда имеет ноту Фа-диез, но при этом, правда, и буква U имеет ноту Фа-диез. То есть, буква S тоже имеет всегда там ноту Ра-диез, но при этом буква L, например, имеет. То есть, ну, они могут пересекаться, но мы никогда не найдем, чтобы буква O оказалась где-то здесь внизу, как мы видели в полном рандоме, независимо от букв. Вот, то есть, этот вариант, он уже больше приближен к тексту, к фонетике. То есть, мы даем каждой букве некую ноту, и эта буква уже с ней живет в течение всего произведения. И если мы будем обновлять страницу, то каждый раз букве будет присваиваться своя нота. И вот сейчас, например, буква O находится здесь. Вот, ну, собственно говоря, вот вкратце, значит, все варианты. Да, значит, варианты сопоставления. Теперь подробнее остановимся на первом варианте, лейауте. Посмотрим пример сопоставления. Например, вот такого лейаута. Для примера это будет простой лейаут, в котором по четыре буквы соответствуют каждой ноте. Ну, каждому, каждой ступени лада. То есть, ABCD это первая ступень, ну или нулевая, там, да. EFGH первая, IJKL вторая и так далее. Собственно говоря, лейаут выглядит вот так. То есть, сопоставление шага и клавиш. Теперь этот лейаут мы разместим в том самом ладу, который мы создали. Это ре-мажорный лад. Вот, напомню, вот этот лад, собственно говоря. Ну, на самом деле, этот лад еще раз повторно нарисован здесь. Вот ноты. Диапазон у нас от Fa второй октавы до C третья октава. Вот эти настройки видны. И, собственно говоря, вот этот лад, вот его ступени. И здесь, ну и мы понимаем, что вот к ступеням лада относится, значит, первая нота, Fa диез. Соответственно, Fa диез получает первая ступень, значит, лейаута. И в данном случае это ABCD. Ну, тут у меня, правда, небольшое несоответствие. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, единица начинается ступенью лейаута, а здесь с нуля. Но неважно, смысл понятен, да? То есть, ABCD это первая ступень, и ее можно повесить на самую первую нижнюю ноту. Самая первая нижняя нота, входящая в лад, это Fa диез. Ну и, соответственно, вот таким образом мы теперь распределяем клавиши. Мы теперь распределяем клавиши уже не по нотам хроматической последовательности, как было здесь, а уже по ступеням лада. Вот. Ну, можно даже, кстати, этот пример применить. Этот лейаут есть в системе, вы можете повторить это. Он называется TestLayout. И, например, я возьму какой-нибудь текст и применю совершенно такие же настройки. Выберу мажорную диатонику. Выберу Ре мажор. Да, будет у нас тут Fa2, C3. И, собственно говоря, выберу этот TestLayout. Мы посмотрим, что, собственно говоря, мы получим. Мы получили полное соответствие, на самом деле, тому, что нарисовано здесь. То есть, буквы A, B, C, D. Вот видно, что они на ноте Fa2 действительно оказались. EFGH. Они оказались на ноте Sol 2 октавы. А нота Sol2 действительно пустая. Потому что туда лад не дает попасть. То есть, наш лейаут теперь растянут по ладу. И, сразу для примера, если мы бы не растягивали лад, если бы мы, точнее, не растягивали лейаут по ладу, а оставили бы хроматическую последовательность, вот она, хроматическая последовательность, то у нас, собственно говоря, бы этот лейаут занял бы меньше места. Потому что ему не надо было бы перескакивать не ладовые ступени. То есть, нота, не входящие в лад. Вот. Ну, в общем-то, на вот таком принципе построена вся дальнейшая обработка. Поэтому его нужно усвоить. А, ну, собственно говоря, здесь вот приведен пример обработки вот этим ладом в инструкции. Вот. Вот. Ну и дальше тут нужно еще понимать такой момент, что лейаут-то может быть на самом деле большим. Например, вот у меня есть лейаут. Прямо очень большого размера. Это лейаут-тол кис. То есть, он содержит на самом деле, в общем-то, 85 клавиш. 85 клавиш. Это много. И на самом деле часто такого количества нот просто нет. Ну, если мы используем кроматическую шкалу ОК, там 88 клавиш на фортепиано. Но если мы используем, например, радиатонику, то в ней просто нет такого количества шагов в нормальном диапазоне звучания. Там уже какой-то писк будет и сверхбас. Поэтому вот здесь я приведу пример, как может такой длинный лад. Но здесь будет конкретно лад all keys. Это или там all letters. Алфавитный лад английский из 26 сопоставлений. 25 нот здесь задействовано. Как его можно уместить в любой диапазон? И как его умещает любой диапазон программы? То есть, если мы захотим уместить в маленький диапазон, это не проблема. Она будет действовать очень просто. Она пройдет по всему диапазону, присвоит сначала первую ступень, как мы раньше делали, там вот первой ноте, которая находится в ладу. Вторую, значит, B, это вторая ступень лейаута, присвоит второй ноте лада и так далее. Пройдет до конца и когда поймешь, что все, конец, она начнет сначала. И начнет присваивать тем же нотам следующие уже ступени лейаута. То есть, будет шкала зацикливаться несколько раз, или лад зацикливаться несколько раз в рамках этого лейаута. И вот, наконец, в третий раз программа дойдет до конца и таким образом сформирует вот такое соответствие. Первой ноте будет соответствовать клавиши ALV, второй BMX и так далее. То есть, здесь по три ноты, а дальше по две, потому что третья дошла только до суда. Ну, вот такая очень нехитрая последовательность. Это просто для понимания того, почему, если у вас лейаут оказался больше вашего диапазона, почему лейаут вдруг сместился вниз, то есть, какие-то буквы оказались ниже, чем вы ожидали. То есть, это просто потому, что не хватило диапазона. Вам надо либо его расширять, либо увеличивать количество ступеней в ладу, то есть, самое большое количество ступеней в хроматическом ладу, конечно, либо, соответственно, лейаут как-то изменять. Ну, или смириться с тем, что он просто будет вот таким образом рэпиться. Кстати, слово рэп переводится на русский язык как обертка. То есть, это слово просто в английском языке, которое означает вот такое обертывание текста, например. Хорошо. Хорошо, с лейаутами разобрались. Лейаутов уже довольно много заведено в системе. И сейчас мы посмотрим, какие лейауты есть. То есть, самые простые лейауты, понятно, это просто алфавит. Просто все клавиши подряд в какой-то последовательности. Это последовательность, ну, можно сказать, последовательная, да. Но, в общем-то, она никакого смысла в себе не содержит. Просто снизу доверху, да. Причём они рэпятся все, они обертываются, потому что обычно они не попадают в количество ступеней. Вот алфавит английский, да. То есть, можно вводить английский, русский буквы. Почему, кстати, английский и русский? Потому что в алфавитной последовательности клавиши в английском и русском будут в разном месте находиться. Если клавиша А английская будет иметь самый низкий звук в английской раскладке, то если русский текст туда засунуть, то это будет буква Ф самая низкая, да. То есть, ну, потому что буква Ф и буква Ф русская и А английская – это одна и та же клавиша. А здесь раскладка – это клавишная именно, обращая внимание, да. Затем, значит, интересные раскладки, например, вот такие, только гласные. Довольно интересная раскладка, она позволяет создавать вот такие записи. То есть, ну, что здесь происходит, это озвучиваются только гласные. Несмотря на то, что вот в инструменте используется только буква А, но всё равно возникает ощущение того, что голос как бы пропевает слова. Вот ещё раз повторяю. Странной, да, то есть, ну, как бы пропевается только глас, такая вот забавная. Раскладка, значит, дальше. Сейчас VirtualPiano отдельно расскажу, пока остальные. Соответственно, это русская раскладка, это английская раскладка, да. Это тоже важно, потому что, если мы возьмём английскую раскладку, например, гласных, и озвучим с помощью неё русский текст, то у нас будут озвучиваться только буквы, там, ну, вот это будет F, там, потому что это одна и та же клавиши, да, это будет, там, что это U, ну, это нормально, да, U соответствует, вот здесь будет вообще Ш. Ну, то есть, как бы, русские клавиши, там, гласные, не соответствуют английским клавишам. Поэтому обратите внимание, выберите правильную раскладку для обработки. Так, это тоже сложная раскладка, сейчас посмотрим ещё простые. Например, вот простая и забавная раскладка, где, тоже предложенная, кстати, моим братом, где все гласные находятся на одной ноте, а все согласны на другой. При этом они разделены ещё одним шагом. Ну, это легко поправить, то есть, вы можете, например, я прямо сейчас покажу, убрать этот шаг и сохранить, как, например, новая раскладка, назвав её, там, новым каким-то именем, да. Вот. Затем, конечно, есть раскладка, где все буквы имеют, значит, одну, значит, ноту, и, в принципе, я думаю, что есть такая же русская раскладка. А, ну, кстати, такой раскладки я не вижу. Мы можем её создать. Все буквы, одна нота. Давайте для примера создадим эту раскладку. То есть, для этого нужно просто ввести все буквы, А, Б, В, через пробел. Вот, я ввёл все буквы через пробелы. Я специально делаю для того, чтобы показать, что происходит. Сделаю название. Название сделал, и обязательно нажимаю кнопку «Чек». В данном случае у меня никаких предупреждений нет. Естественно, всё нормально. И, кроме того, я вижу, какие буквы я использовал, а какие нет. И вот выясняется, что, оказывается, я забыл некоторые буквы. То есть, ну, точнее, скажем так, некоторые клавиши, да. Это А, И, Ш, Щ, да, я забыл. Ну, я сделал специально. И Ц, Ч. То есть, в принципе, я эти буквы просто-напросто пропустил. Вот. Можно ввести их в конце, вначале не важно, потому что нам-то важно просто, чтобы они были в одном месте. Система сама сделает их заглавными, потому что здесь различий нет заглавных и так далее. где-то там буквы, да. Вот. Вот таким образом раскладка в целом готова. Теперь сразу покажу пример, что если мы случайно продублировали букву в нескольких местах, или даже, может быть, так. То есть, здесь всё нормально. Там минус, например, 9. И потом, а, там 8, она где-то находится. Алгоритм сразу найдёт, что у нас есть повторяющаяся буква. Когда мы сделаем чек, Enter делает чек, да, вот эту проверку. Вот. Соответственно, обратите внимание, что у вас не было повторения. Почему? Потому что если есть повторение, то это означает, что алгоритм не будет знать, куда отправить ноту. То есть, отправить её в одну, то есть, куда отправить клавишу в одну ноту или в другую, да, если она уже здесь в двух нотах. С другой стороны, можно, естественно, привязывать к одной ноте несколько клавиш, что мы сейчас и делаем, соответственно, здесь, да. Вот. И вторым проблемой может быть, ну, какое-то непонятное название. Например, есть кнопка End, она нормально распознаётся. А если мы ошиблись в названии, то будет тоже ошибка в вопросительный знак. Вот. Итак, сохраним получившуюся раскладку. Всё, буквы одна нота. Значит, лоялт сохранён. И в лоялтах мы теперь можем найти его. Отлично. Значит, что дальше? Значит, следующее интересное лоялт – это диапазоны. Когда гласные и согласные расположены в разных диапазонах. В данном случае гласные наверху, а согласные внизу. То есть, согласные получают низкие ноты, а гласные верхние. То же самое есть для русской, для английской раскладки. Есть такая интересная раскладка – Keyboard Pitch from Center. И что эта раскладка делает? Ну, предельно просто. То есть, она распределяет клавиши таким образом, чтобы клавиши, находящиеся в середине клавиатуры, имели самый низкий звук. В данном случае самый низкий звук получают клавиши G и H. Если посмотреть на клавиатуре, это как раз самый низкий. Затем получают звуки клавиши, находящиеся вокруг этих букв. Затем следующие, находящиеся в следующих рядах вокруг, налево и направо и так далее. Постепенно всё расширяется до тех пор, пока не доходит до самых левых и самых правых, собственно говоря, клавиш. Ну, это как бы даёт вот уже такое сопоставление, оно имеет такой научный характер. То есть, я бы сказал, наверное, это что-то связанное с пальцами. То есть, когда печатаешь, например, 10-пальцевым методом, фактически пальцы будут определять высоту звучания. Что интересно, да? То есть, это некое соответствие вот в мозге пальца и высоты ноты. Мизинцы будут, ну, самые высокие звуки давать, а, например, указательные пальцы будут давать самые низкие. Ну, вот, как бы, такой некий... Это пример раскладки, ну, созданный как бы искусственно, вот, путём поиска каких-то взаимодействий, сопоставлений, соответствий. Вот, текстовых, текстового домена, фактически, да, и домена, значит, музыкального. Вот. Ну, и то же самое есть в обратную сторону. То есть, мизинцы получают там самые высокие ноты, а, значит, в басу у нас находятся... Наоборот, ну, мизинцы самые низкие ноты, а с середины клавиатуры самые высокие ноты. Ну, и теперь переходим к частотным картам, частотным лейаутам. Значит, что это такое? Вообще известно, что в русском языке и в английском буквы встречаются с определённой частотой. И если разные исследования даже и показывают разные результаты, то, в принципе, в целом понятно, что буквы О, Е и А, ну, гораздо чаще встречаются, чем буквы Ф, Э и Щ. Соответственно, есть результаты таких исследований на английском и на русском языке. И я как раз подобрал какие-то из них. Сейчас точно не скажу, какие. В Википедии что-то искал. Ну, точнее, напишу в статье. Некие, значит, исследования, которые показали среднюю частоту букв. И таким образом я получил последовательность букв от самой частой буквы, которой оказалась буква О, до самой редкой буквы, которой оказалась буква ЙО. Ну, кто играл в груди, в принципе, знает, что там самые частые буквы обычно имеют самая низкая стоимость, а самые редкие там самые высокие. Потому что из них сложнее всего подобрать слова. Ну, вот здесь такая же идея. В чем особенность такого подхода? В том, что если мы распределим, например, все самые частые буквы. Ну, по частоте буквы снизу вверх, по частоте музыкальной. То мы получим самую низкую букву, самую частую, а самую верхнюю, самую редкую. Самую низкую ноту, самую частую, самую верхнюю, самую редкую. Если мы обработаем вот таким, значит, например, лейаутом, да. Самую частую внизу. То есть, мы обработаем таким лейаутом сейчас. Значит, текст увидим, что у нас фактически текст, ну, как бы музыка в основном скопилась внизу. Иногда она выпрыгивает наверх, да. Но надо понимать, что вот эта частота, она глобальная. То есть, она, ну, в общем-то, не всегда выдерживается, конечно, в текстах. И поэтому, если даже можно сказать, что вот, например, выше середины, там, явно меньше будет нот, чем ниже середины, то нельзя сказать, что, например, самая нижняя буква О там будет точно чаще встречаться, чем следующая буква, там, буква Е. Потому что вот в данном тексте, например, конкретно, да, наоборот, буква Е встречается явно чаще. Вот. Поэтому сразу переходим к тому, что есть и динамические лейауты, да. Этот лейаут статический, он всегда даст одно и то же распределение для всех записей, независимо, какая там реальная частота будет. Поэтому вам, в общем-то, не надо опираться на какое-то конкретное исследование по частоте букв. Вы можете взять и вместо того, чтобы выбирать статическое распределение, выбрать динамическое распределение. Распределить клавиши в диапазоне, самые частые, в басу. И тогда программа, проанализируя текст, найдет самые частые и самые редкие клавиши, распределит их. И тогда уже у нас в басу действительно окажутся самые редкие, только нужно еще. В басу окажутся самые частые, только что-то результат такой же, видимо, на самом деле буквы О все-таки больше. Забавно. Просто, наверное, за счет вот таких вот скоплений буквы Е кажется, что она чаще. Но все равно изменения есть. Вот, например, сейчас у нас появилась последовательность O, E, N, A, V. А в layout нашем получается O, E, A, E, N. Но, тем не менее, буквы, в принципе, там, ну, V, да, достаточно тоже низко. То есть, в целом выдерживается последовательность глобально, но ну, как бы, изменения налицо. Вот, ну и, собственно говоря, с этим можно поиграть еще по-разному, по-другому. Например, можно распорядить самые частые вверху. Тогда мелодия будет в основном толкаться наверху и периодически только выпрыгивать вниз. Можно распорядить самые частые буквы в центре. В центре чего? Не в центре клавиатуры, да, как в предыдущих вот layout, а в центре диапазона музыкального, то есть, частотного диапазона. Вот эти буквы O, затем E, A и N, да, вот та последовательность, она просто раскидывается в виде такой пирамиды. Вверх-вниз, вверх-вниз. И таким образом мы получаем вот самые частые буквы в середине, а самые редкие, там, твердый знак и Y, они оказываются по краям. То есть, получают самую верхнюю и самую низкую музыкальную частоту. То есть, ну, как это, ноту, да? Собственно говоря, почему это приведёт? Потому что мелодия будет толкаться в основном где-то в середине диапазона частотного звукового диапазона и только иногда выпрыгивать наверх-вниз. Ну, не надо забывать, конечно, про рейпинг. То есть, про то, что если не хватит места для layout, то он будет зациклен и, в общем-то, может как бы испортить вам такую красивую картину. Не забывайте об этом. Вот это самые простые подходы. И, собственно говоря, эти же подходы, они дублируются и в, значит, алгоритмах. То есть, те же самые частоты можно использовать только локальные, да, частоты, вычисленные для конкретного нашего текста, для того, чтобы отправить мелодию вверх. Вот сейчас в основном все ноты находятся вверху. Ну, или отправить мелодию, соответственно, в центр. Но уже, соответственно, по локальным частотам, а не по... А, ну это я нажал list frequent. То есть, наименее частые клавиши находятся в центре. А вот most frequent in center. Вот. Ну, собственно говоря, в названиях обработок я пишу те алгоритмы, которые использованы мной при обработке того или иного текста. И можно найти, вот, достаточно просто, что, вот, например, вот этот текст был обработан как раз с помощью most frequent keys in center, да. Ну, вот. Ну, можно послушать, в принципе, к чему это приводит. А, на YouTube надо нажать. Ну, на самом деле, не очень показательно, потому что в данном случае еще очень сильно сжаты ноты в 4 аж раза. Слова сжаты, точнее. Вот. И, в общем-то, нот особо не слышно. Вот. Ну, других примеров у меня сейчас нет. Ну, так или иначе, можете сами послушать. Сами создать какой-то пример, послушать. Хорошо, теперь давайте посмотрим, что еще есть из лейаутов, да. Есть очень интересное распределение, которое было изобретено вот мной, фактически, опять же, совместно с братом. Ну, мы заметили, что, конечно, интересно распределять ноты, например, ближе всего к середине частотного диапазона. И тогда мы получаем такую мелодию, которая вот толкается где-то в середине, и только иногда выпрыгивает далеко вверх, что делает ее более такой, ну, естественно, звучащей. Но при этом она оставалась диссонансной. Если же мы распределяли вот этот лейаут, например, полностью в... Самый частот в центре. Если мы его распределяли полностью на диатонике, то он, например, уходил очень сильно вверх-вниз. Ну, в принципе, еще приемлемо. То есть, приемлемо, да. Но он, например, всегда был тогда консонансным достаточно. Ну, понятно, что тритоны там есть в диатонике, но все-таки он все равно оставался вот всегда диатоническим, да, диатоническое звучание имел. А хотелось бы, чтобы в зависимости от частоты ноты имели действительно разный характер звучания. И вот мы придумали такое интересное распределение, в котором последовательно один и тот же диапазон заполняется с помощью разных типов, значит, нот. Разных типов, ну, как бы, ладов фактически, да. То есть, сначала мы заполняем диапазон с помощью мажорного трезвучия. Вот, я покажу сразу пример того, как это работает. Вот, значит, для этого теста использовалась вот такая последовательность, которая дает очень простой результат. То есть, это просто распределение букв по, значит, вот такому, по алфавиту. Просто буква А используется 7 раз, буква Б там 6 раз, С 5 раз, Р, Е, А, Ж. Ну, это пример вот такого короткого, значит, ряда. А, в принципе, там более длинный дает уже распределение такое же алфавитное, но просто для более длинного ряда. Таким образом, просто нам не придется искать, а какая же буква более частая, а просто по алфавиту мы идем, да. И видим, что, значит, А более часто, чем Б, да. Значит, что происходит? Сначала самые частые буквы занимают ступень мажорного трезвучия. Значит, в данном случае мажорное трезвучие у нас начинается с первой ступени. Ну, это просто для примера, да, то есть, реально может начинаться там в любом другом месте. Ну, вот, начинается, значит, начинается здесь. Заполнили мажорное трезвучие, дальше, в общем-то, заполнять некуда, потому что это 12 тонов, и следующая, как бы, ступень мажорного трезвучия выше, с этим закончили. Затем начинаем также из центра, как заполнять мажорное трезвучие, заполнять, добавлять ноты пентатоники. То есть, мажорное трезвучие имеет три ноты в ладу, а пентатоник имеет пять. Соответственно, мы добавляем еще две ноты и формируем пентатонику. Таким образом, самые часто звучащие ноты оказываются ноты мажорного трезвучия, а к ним еще периодически начинают добавляться ноты пентатоники. Все это создает очень, конечно, консонансное звучание, потому что все ноты пентатоники и мажорного трезвучия очень консонансные. Затем мы начинаем добавлять ноты диатоники. В данном случае это ноты фай-си оставшиеся, да, то есть, ну, рейля мы добавили. Фай-си ноты, которые соответствуют, ну, в нашем примере, буквам FG. И, значит, это делает, ну, как бы это уже добавляет немножечко диссонансности, потому что иногда тритоны начинают звучать, да, там, иногда там малые секунды могут звучать, но обычно они мелодически звучат, поэтому диссонансности особо нет. И в результате, значит, мы получаем вот на этом уровне еще все еще достаточно консонансное звучание. И только совсем редкие буквы, совсем редкие клавиши оказываются на хроматических нотах. То есть, это ноты, которые уже не входят в диатоническую, диатонический диапазон. Ну, в нашем случае это H, I, J, K, ну, потому что у нас по алфавиту, да, все тут распределяется. Вот. И таким образом, вот, получается вот такая последовательность. В этой последовательности, еще раз повторюсь, ой, здесь ошибка небольшая, но здесь A должно быть, да? Вот поправил ошибку, и, собственно говоря, повторюсь, что сначала A, B, C, самые частые буквы оказываются на мажорном трезвучии. Зачем добавляются вот здесь вот ми, то есть, пардон, ре, ре, ля, то есть, это буквы E, D в данном случае и так далее. Ну, то есть, вот получаем такой последовательность, которая вроде бы ни о чем не говорит, но на самом деле приводит к тому, что самые частые буквы оказываются, формируют более консонансное звучание. Не только иногда добавляется такое диссонансное звучание, значит, за счет редких букв. Вот. Ну и, конечно, существует возможность такую же точно обработку, собственно, провести, ну, локально, как это, динамически, да? То есть, выбрав Distribute Keys and Range и не использовать, значит, частоты буквы из исследования какого-то там, какого-нибудь института, а взять частоты именно из вашего текста. Ну, не забудьте, что, конечно, если текст короткий, то это может внести некие искажения. Но такой режим есть, и для длинного текста он, конечно, довольно интересным оказывается. Хотя вот визуально ничего не видно, что происходит, но слышно очень хорошо, что звучание становится очень консонансным. Вот. Хорошо. Теперь посмотрим последний лейаут, о котором хочу сказать пару слов, это Virtual Piano. Значит, смысл этого лейаута достаточно простой. его можно также активировать, нажав вот на эту клавишу при записи. Я об этом раньше не говорил, так как небольшой секрет, кто дослушал до третьего видео. И, собственно говоря, здесь есть возможность между прочим, так поиграть на виртуальном фортепиано, но это можно много где в интернете сделать. Но что интересно, при печати при печати мы будем сразу слышать, собственно говоря, ноты. И ноты будут распределены вот таким образом. Это распределение я взял из какой-то рабочей станции. Смысл его очень простой. Здесь самая нижняя октава синяя. Естественно, вот эти темные ноты это черные клавиши фортепиано. Затем идет вторая октава. Она дублируется здесь. То есть можно либо здесь уйти на нее, либо перейти здесь на нее. И третья октава, неполная, тоже находится вот здесь. Кроме того, я добавил вот в эти буквы F те же ноты, которые идут справа. Для того, чтобы просто эти буквы не имели беззвучного какого-то тона. И что интересно, во время печати, например, мы получим некий звук. Сейчас я... Так, сейчас. Вот какой-то мы... Выбираю layout тот же. Верчу пьяно. Вот. То есть мы получаем абсолютно в точности ту же самую мелодию. Ну, возможно, она, кстати, транспонирована. По-моему, нет. Нет. Нет, не транспонирована. Вот. То есть, единственное, она, возможно, транспонирована просто по октавам. Вот. Ну, довольно интересный такой механизм. В принципе, можно таким образом использовать эту систему для записи просто как на миди-инструменте. Опять же, напоминаю, что здесь и громкость значит, учитывается, и значит, длина. Можно любую длину там совершенно. Вот как я сейчас длинную ноту, да, там использовал. Вот. Ну, то есть, если для кого-то из музыкантов будет интересно, я буду очень рад. Там, присылайте какие-то просьбы, рекомендации, может быть, какие-то доработки даже сделать. Вот. На сегодня все. Мы прошли не так много, но уже значит, освоились с основными принципами преобразования в ноты клавиш и, в общем-то, частично прошли первые два пункта алгоритма. В следующем видео я продолжу рассказывать про эти пункты, ну, продолжу вот с этого пункта и расскажу про остальные пункты. Всем спасибо, жду вас в своих следующих видео. ПОДПИШИСЬ!